В третьем видео нашего обзора новых возможностей 3ds Max 2013 версии мы познакомимся с вами с новыми инструментами и возможностями в анимации. В 3ds Max 2013 версии появились следующие новые возможности в сфере анимации. Это магазин анимации AnimationStore, новый формат геометрии G-Poly, переработанный интерфейс TrackView, новый инструмент RetimeTool, доступный в TrackView и улучшенная система динамики MassFX, которая появилась в 3ds Max 2012 версии. Начнем мы с AnimationStore. AnimationStore это магазин анимации, который внедрили для быстрого доступа к шаблонам и заготовкам анимаций, походок, движений для персонажей. AnimationStore основан на технологии Mixamo, которое содержит в себе огромную базу анимаций, персонажей, движений различных и совместима с всеми основными пакетами анимаций компании Autodesk, такими как 3ds Max, Maya, SoftMash и другими. Вы можете непосредственно из рабочего пространства 3ds Max выбирать необходимые вам движения и применять их к своим персонажам. Давайте посмотрим, как это работает. Во-первых, необходимо создать оснастку для персонажа, то есть снаряжение его. У нас вот есть стандартный скелет из системы Charger Studio IP. Чтобы получить шаблон анимации, вам необходимо зайти в меню Animation, выбрать Autodesk Animation Store. При наличии аккаунта осуществить вход в свою учетную запись, где вы указываете номер кредитной карты и быстро можете покупать движение. Можно также для первичного знакомства использовать функцию Container Whiteout Logging. Для того, чтобы применить какой-то заранее подготовленный шаблон анимации, вы выбираете функцию Search Motions. Открывается диалог окном Motion Search с базой движений. Все движения сгруппированы по категориям. Вы можете осуществить поиск и выбрать, для какого персонажа необходимо применить движение. То есть это либо мужчина, либо женщина, или же для всех сразу. Можете выбрать зацикленные движения, или использовать незацикленные движения. Чтобы просто посмотреть какое-то движение, вы можете выбрать заранее подготовленный шаблон. Он уведомен за то, что необходимо выбрать объект. Скелет BayFit. И просмотреть с помощью кнопки Preview Instinct. Анимация сразу же подгрузится с сервера, и вы ее сможете просмотреть непосредственно в режиме реального времени, прямо в окне проекции 3ds Max. Вы можете посмотреть под разными углами, как будет выглядеть анимация. Для того, чтобы выбрать другой шаблон, вы снова можете нажать кнопку Search Motions. Вы откроете диалог в окно Motion Search. Подгрузите к библиотеку движений. Подгрузите к библиотеку движений. Например, мы возьмем библиотеку назад. И анимация будет сразу же воспроизведена в окне проекции 3ds Max. Вы можете осуществить базовую настройку параметров анимации. Вы можете ускорить ее или замедлить. И указать пространство рук, например, как в этом шаблоне. И снова нажать кнопку Preview Instinct. После небольшой обработки он выполнит демонстрацию, прямо непосредственно в окне проекции. Следующее нововведение, которое появилось в инструментах анимации 3ds Max, это новый формат геометрии джиполи. Преобразование с помощью модификатора джиполи преобразует геометрию в формат аппаратной геометрии Hardware Mesh, используемый внутри 3ds Max. Это избавляет от необходимости конвертировать геометрию из редактируемого формата, такого как вегетейбл мэша и джиполи, в внутренний формат аппаратной геометрии Hardware Mesh. Это приводит к значительному улучшению производительности при деформации геометрии. Улучшение особенно заметно на геометрии с высоким разрешением High Resolution Geometry. Давайте посмотрим, как выглядит преобразование стандартной геометрии в формат геометрии в формат геометрии. У нас есть сцена с моделью автомобиля, которая обладает небольшой анимацией. Сцена с анимацией камеры и анимацией двери в формат геометрии. Если геометрия достаточно плотная, она, конечно же, может замедлить воспроизведение анимации в рабочем пространстве 3ds Max и в окнах проекциях. Формат G-Poly как раз позволяет избавиться от этого. Давайте выделим модель автомобиля. Вы можете сконвертировать в G-Poly формат с помощью квадратичного меню 3ds Max. При этом геометрия конвертируется в Deformable G-Poly. И когда геометрия будет сконвертирована, не будет обладать какими-либо параметрами для редактирования. То есть это просто геометрия. В ней содержатся данные о положении вершин, о ребрах и о сглаживании, о группах сглаживания. Вы можете преобразовать в G-Poly формат с помощью модификатора G-Poly. Модификатор G-Poly позволяет преобразовать редактированную геометрию в формат G-Poly, но при этом сохранить историю редактирования в стеке модификатора. Давайте обратно преобразуем в G-Table Mesh. То есть, как видите, обратно именно формат преобразуется в классический формат G-Table Mesh, который был в 3ds Max еще с самых ранних версий. Сейчас можно его сконвертировать обратно в G-Poly, но с помощью модификатора G-Poly. Для этого выбираем в списке модификаторов модификатор Tarn to G-Poly и преобразуем, и модель преобразуется в геометрию G-Poly. Вот все. Весь принцип работы с геометрией G-Poly. При этом производительность на самом деле возрастает, причем значительно. Но если вам необходимо что-то изменить, вам придется тогда обратно возвращаться к редактированному типу геометрии, таком как Editable Mesh или Editable Poly. Поэтому рекомендуется изначально подготовить модель, осуществить ее деформацию и уже потом применять либо модификатор Tarn to G-Poly, или же преобразовать полностью с помощью квадратичного меню. Другие изменения, которые произошли в инструментах анимации 3ds Max 2012 версии, это немного переработанный интерфейс Триквью и новый инструмент Триквью. В Триквью в основном изменили меню, переработали его организацию, команду в нем и немного изменили панель инструментов, добавив новые опции. Retime Tool вносит изменения в анимацию, позволяя деформировать выбранный отрезок времени. Изменение анимации применяется к любому количеству треков в одном или нескольких диапазонных кадрах. С его помощью можно легко ускорить или замедлить анимацию. Также доступны варианты для ускорения и замедления времени с применением Time Warped Motion. После активации инструмента Retime Tool, для этого создана специальная кнопка на панели инструментов Триквью, Retime Tool называется. Необходимо два же щелкнуть на кривой в окне редактора Треквью, чтобы создать специальный маркер. Для более корректного применения инструмента Retime Tool необходимо создавать минимум два маркера, и, изменяя их положение, вы замедляете или ускоряете анимацию. Если вы переместите их ближе друг к другу, анимация ускоряется. Давайте переместим поближе. и посмотрим на то, как изменилась анимация. У нас есть анимация камеры. Если мы растянем маркер анимации, анимация замедлится. Все достаточно просто. Вы можете создать несколько маркеров Retime Tool и настройки, то есть, сейчас будет вначале достаточно резкое движение, анимация будет ускоряться, а после второго маркера она будет очень сильно замедленная. Что, в целом, не произошло. Камера, когда вылетает в интерьер автомобиля, анимация у нее ускоряется. Когда же она поворачивается уже, в наружную часть, когда дверь закрывается, анимация замедляется. После того, как ты закончите редактировать, вы можете нажать кнопку Bake, и анимация будет записана с новыми ключами. Вот они новые ключи, созданные, которые создались после применения Retime Tool. Он так выглядит и работает в базовом установлении инструмента Таймпинг.